Привет, бро! И нам на обзор я сегодня притащил довольно интересный проектик. Называется он Avalar. Обратил на него внимание еще в начале этого года, но тогда он был сыроват. Сейчас он более оптимизирован, более дополнен и потихоньку начинает выходить на рынки различных стран. Но в РФ пока в плеймаркете он не доступен, однако можно скачать с тап-тапа, без смс, регистрации, VPN и прочей хрени, зарегаться через гугл аккаунт и получать удовольствие играть. Ссылочка будет в описании, так же как и мои телеграм-каналы. Переходи подписывайся, один с постами, другой для живого общения. Болталочка. Итак, разработчики вообще заявляют о нем довольно громкие слова. Якобы это аж помесь Геншины Пакта и Дьявла. По мне, так это, конечно же, натягивание совы на глобус, но свои моменты тут, конечно же, имеются. Что-то они с этих игр, да, слямзили. С Геншина они взяли построение отряда и взаимодействие между героями. То есть, наша задача собрать отряд из трех героев, которых мы получим либо по сюжетке, либо более эпичных получим, крутя гачу. Оттуда же сможем получить более лучшее и редкое снаряжение. Потом здесь снаряжение немножко делится. Есть обычная снаряга, как броня, которая одевается наших персонажей. И есть оружие вроде как даже сигнатурное. То есть, какие-то мечи подходят именно определенному герою, определенному классу. Это тоже прикольно, но гача есть гача. Может повезти, а может и не повезти. Также они добавили здесь различные элементальные реакции между персонажами, что было и в Геншин Импакте. Но в Гене, конечно, система намного глубже. Здесь они все это более-менее упростили. То есть, если поджечь противника, а потом подуть на него огонечком, то, соответственно, огонечек будет гореть сильнее. И дамажить будет он намного больше. Цифры будут приятнее. Тем самым мы составляя наш отряд именно этими принципами и руководствуемся, чтобы у них была между собой синергия. В бою, кстати, мы управляем только одним героем, переключаясь между ними. Так мы получаем эту элементальную реакцию. Также героев можно по-различному улучшать. То есть, одевать ему шмотки, одевать ему оружку, прокачивать ему скиллы, прокачивать ему таланты. То есть, если сильно вливаться, герой будет становиться все сильнее и сильнее. И, соответственно, будет проще проходить этапы. Да, здесь нет открытого мира. Здесь коридорные локации, но абсолютно отсутствует автобой. И в последующем его здесь не предвидится. То есть, игра будет полностью на ручном направлении. Также нам дают поиграть различными героями, потестить, пожмякать их. И эта система тоже очень часто встречается в гача-играх, что в геншине, что в рельсах, что в Уви, где угодно. То есть, какой-то баннер. Залетаем и можем пробного героя потыкать. И за то, что мы его потыкали, получить плюшечки. Есть, разумеется, здесь боевой пропуск. И, скорее всего, на нем и хотят, и будут зарабатывать разработчики. Потому что на старте я поиграл, и вот что-то круток вообще не сыпет. Что-то нещедрые разработчики совсем. Жаль. Хотя, возможно, как за прохождение какой-то главы, за прохождение каких-то этапов, награды будут другие. И, соответственно, больше дадут круточек. Круточек, чтобы, ну, не знаю, хотя бы одну лего выбить, чтобы бегать и кайфовать. Соответственно, герой у нас тут тоже делится немножко и по ролям. То есть, кто-то танкует, кто-то дамажит, кто-то саппортит. Здесь все это тоже есть. Соответственно, собираем команду. Кто-то будет у нас либо огонек разжигать, либо морозить, либо этот мороз разбивать, тем самым нанося еще больший урон. Идея неплохая. Интересно, как будет проект развиваться дальше. Пиши вообще, что думаешь о таких проектах. Имеют ли они право на жизнь. Есть ли у них будущее. Как относишься к гачам. Я тебя обязательно везде почитаю. Обнял, приподнял. И до встречи на следующем видео. И тьмоке, тьмоке.